Дим, сегодня был самый сложный с точки зрения погодных условий матч, в котором ты принимал участие? Ну, наверное, на таком уровне, да. Насколько это сегодня помешало вообще тактике тому, что вы планировали с тренером? Ну, конечно, особенно первый тайм, да, там невозможно было на самом деле контролировать мяч, потому что поле не позволяло, все в сугробах было, надо было обезопасить себя сзади и уже искать моменты там у чужих ворот. Вот во втором тайме поле стало идеальным, вот уже и с нашей стороны, и с их стороны игра пошла уже лучше. Что сказал тренерский штаб в перерыве? Показалось, что в первом тайме «Спартак» все-таки имел более острые эпизоды, а вот во втором «Локомотив» очень прилично прибавил. Ну, ничего, просто подправил, да, там наши недочеты, сказал, где добавить, в каких компонентах просто, и все, мы услышали это, перестроились, и получилось так, что выиграли. Всегда говорилось о том, что легионерам, когда они приезжают в российскую команду, нужно время на адаптацию. Ваши легионеры приезжают и сразу же дают результат. С чем это связано? Ну, это хорошо то, что так и получается, да, но на самом деле это не всегда так. Так что и все равно всем надо проходить хоть какую-то, но, да, пытаться. Но нам повезло то, что вот сейчас и один, и второй, да, там как раз, которые играют игроки у нас на 3, и новенькие, они реализовывают моменты и помогают нам побеждать. Когда последний раз тебе доводилось ездить на матч на поезде? Даже и не вспомню, лет 9-10 назад, наверное. Нужна какая-то особая подготовка к матчу, когда приходится на поезде такого количества времени добираться, а следующий матч с Ростовом, и я, насколько знаю, именно таким видом транспорта придется ехать. Да ничего страшного, на самом деле, все с этим сталкиваются, сейчас такая ситуация, да, надо выходить из нее, поэтому все нормально. По детям, там, есть время побольше пообщаться, да, друг с другом, потому что ничего страшного. Возможно, ездить в команде даже те, кто ни разу так и не делал, может быть, то есть у тех же легионеров? Ну, наверное, потому что мы тоже это не делали, если брать, да, вот этот более такой, можно сказать, профессиональный этап, вот это по детям и ездили, ну, чтобы в команде профессионального уровня такого, да, тем более. Нет. Расскажи, пожалуйста, по своему сейву, немножко еще. Ну, что-то, я на самом деле точно не помню, он никуда сначала вроде попал, если можно мне напомнить, то ли в новую, то ли куда-то в пятую точку, да, а потом я просто повернулся и выбил, и все. Ну, что-то такого, игровой момент, можно сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова